Всем самого рукодельного настроения! Снова на канале бесконечно захватывающий быт и с вами я, Лариса. Сегодня мой новый швейный проект. Дорвалась до таких тканей. Одна из них от Magnatex, вот такие огурцы. Хороший такой отрезик, несмотря на брак. Вторая ткань от Любимый Василек. Ее у меня ушло практически все количество, которое вы видели в моей распаковке. Но в итоге у меня получился такой торжественный, красивый комплект столового текстиля. Это дорожка и салфетки. Сегодня я остановлюсь на изготовлении конкретно дорожки. Вот такая волшебная линейка. Если у вас ее нет, я просто рекомендую вам ее приобрести, потому что она очень здорово помогает делать четкие детали, ровные. И это значительно будет облегчать ваш труд. Ширина полос сегодня 8 сантиметров. Решила остановиться на этой цифре. Мне она нравится своей бесконечностью. И пусть наши семейные ужины и обеды будут всегда бесконечными. Техника будет разрезание из двух полос. Такой вот интересный, геометрический. Очень простой, но тем не менее четкость приветствуется. Способ очень простой. Сшили две полосы. Шов на темную сторону заутюжили. И теперь как раз нам пригодится вот такая волшебная линейка, ну либо при отсутствии ее транспортир. Мне нужен будет 30 градусов разметка, чтобы резать равносторонние треугольники. Они будут нашим рабочим таким элементом. И теперь совмещая 30 градусов по краю ткани, сверху либо снизу, поворачивая линеечку, буду нарезать такие вот равносторонние треугольники. При этом один треугольник получится с темной рабочей полосой, скажем так. Второй со светлой, основной вот этой частью нижней. Я практически всю ткань, которая была у меня в наличии, оставив запас на окантовочную бейку, разрезала на такие треугольники, потому что комплект у меня получился довольно большой. На только дорожку у меня ушло 30 квадратов. Когда осталась вот такая деталь, и ее неудобно уже, не поймешь, как ее вырезать правильно, на помощь придет как раз наш коврик с разметкой, который, вот эта разметка будет работать продолжением ткани. И уже основываясь на нее, мы можем определить, в каком месте нужно провести роликовым ножом. Вот мои треугольники. Это, опять же, не все. Дальше я потом еще добавляла их при производстве салфеток. Ну и теперь самое интересное. Когда начинаешь выкладывать узор. Сейчас я покажу вам просто, что получается из шести треугольников, если их вертеть по-разному. Как они выглядят, какую картинку они дают, калейдоскоп рисунков. И когда начинаешь поворачивать, начинает появляться что-то новенькое. Я очень люблю такие техники, где вот из простых деталей, ну что тут треугольник, две полосы, и такое разнообразие. Если сшивать такие блоки во много, там в большое полотно, картина тоже будет просто неимоверная. Вот эта светлая ткань, она очень мне понравилась тем, что у нее рисунок какой-то, знаете, такой потайной. То есть при изменении освещения она может быть как абсолютно однотонной, а когда угол зрения меняется, она проявляет свой рисунок. Но здесь вот на нее светят лампы, поэтому она показывает себя во всей красе. Дальше я начинаю собирать дорожку. Сначала собираю ее хаотично, просто чтобы набрать размер. И уже потом начинала вертеть вот эти все детали и смотрела, какой же из рисунков мне больше всего понравится. Тут можно было выбрать от правильной геометрии до какого-то хаотичного расположения. Все на ваш вкус. Я же остановилась на таком вот раскладе. У меня ушло 30 треугольников, 10 с темной рабочей полосой, 20 со светлой. И теперь я буду собирать их друг с другом в две полосы. Средние части сшиваем, просто совмещая детали. Отдельно хочу сказать про угловые детали, которые сейчас вы видите выделены стрелочкой. Если мы их просто совместим, вот ровно треугольник, у нас получится вот такая картина. Рисунок съедет, поплывет. Поэтому при сшивании вот этих угловых деталек нужно немного треугольники сместить по отношению друг к другу. Буквально там вы опытным путем зажмите пальчиком, вот где середина, где стык рисунков. Разверните, посмотрите, достаточно сместили, тогда уже прошивайте, чтобы весь рисунок, все швы у нас были аккуратные и красивые. После того, как я собрала вот одну полосу и вторую, их нужно выровнять. У меня это получилось до ширины 13 см. Ну и теперь не менее кропотливая работа это объединить эти две полосы в один топ, стараясь сохранить рисунок. Вот такой у меня получился топ. Его размер 119 на 31 см. Если обману, то поправлюсь потом по ходу. И теперь хочу его немножко еще увеличить за счет пришивания вот таких вот добавочных полосок шириной 4 см. Тут все очень просто. Прокладываем, швы заутюживаем на темную сторону. Лишнее выравниваем по краям. Получаем ровный топик. Ну дальше все элементарно. Готовим наполнитель. У меня это синтепон, а заглаженную тугом очень так тонкого состояния. На изнаночную сторону я решила выбрать такую же хорошую белую ткань. Не белую, а вот такого вот парадного вида. потому что получился комплект очень торжественным и праздничным. Поэтому я хотела, чтобы изнанка тоже была красивой. Отдельно хочу сказать про прокладывание вот этой строчки по периметру. Не старайтесь проложить ее за один раз по кругу, просто поворачивая деталь на игле. потому что рискуете в каком-то конечном уже шве получить такую сборку, гармошку. Поэтому проложили строчку, не поленитесь, вытащите ее из машинки, заведите вновь и шейте дальше. Тогда ни в каком из углов у вас этой гармошки ни с изнаночной, ни с лицевой стороны не будет. Вот такая у меня получилась деталь. Как я ее окантовывала бейкой светлой, уже не стала показывать. В следующий раз покажу вам уже весь комплект, который у меня получился. Я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы, может быть, даже воспользуетесь моими советами. Я всем вам очень рада. Я благодарю вас за то, что вы со мной. До следующего видео.